Всем большой привет! Меня зовут Наталина и сегодня я вам расскажу о легендарных каплях от Форсали. Смотрите, в инфобоксе внизу будут маркеры, где будет посекундно расписано, где что. И если вас интересует только, к примеру, нанесение, или нанесение с контуром, или нанесение с тоном, то вы можете по секундам там посмотреть и сразу перелистнуть туда. У меня капли в белом флакончике, они еще бывают с черным и фиолетовым, оно с золотом, и в его основе лежит розовое масло. Кстати, купить Форсали официально в России, к сожалению, нельзя. Я заказывала через посредника, через бандерольку. Цена капель была, по-моему, 54 доллара, ну и плюс доставка. Доставка в бандерольке со страховкой около 30 долларов за килограмм. Сейчас я вам дам некоторую такую общую информацию, и дальше мы будем приступать к нанесению. Далее я вам покажу, как масло наносится с различными средствами, ну и потом в конце будут какие-то мои выводы. Итак, это масло позиционируется как косметическое масло, которое необходимо наносить не для ухода, а добавлять его в тон. Или когда вы растушевываете тон, капать его на спонж. Все, наверное, видели эти ролики в инстаграме, где девушка нанесла там тональное средство или какой-то контур, капает на спонж или на кисти начинает делать растушевку. Здесь, кстати, 30 миллилитров, немаленькая баночка. Там реально есть кусочки золота. Надо обязательно хорошо все это дело взбалтывать, потому что золото имеет свойство оседать. В составе здесь розовое масло, тыквенное масло, золото, масло лемонграсса, цитрусовое масло и витамин Е. Ну, вообще, как бы натуральные масла не впитываются в кожу никак. То есть, натуральные масла, они могут смягчать только самые-самые-самые верхние слои кожи. И именно поэтому, к примеру, крем с экстракта масла ШИ будет эффективнее, чем само масло ШИ. Потому что для того, чтобы всякие полезные вот эти вот штуки проникли внутрь кожи, нужно какое-то средство, которое нарушит, грубо говоря, защитные функции кожи и доставит необходимые средства глубоко во внутрь. Потому что наша кожа с вами работает следующим образом. Она же защищает нас от всего вредного. Если бы она пропускала натуральное масло, она точно так же должна была пропускать различную грязь из атмосферы и прочие всякие неприятные штуки. Натуральные масла могут вызывать аллергию и порой очень-очень плохую аллергию. Я люблю пробовать средства, которые очень много денег вложили в рекламу, конечно. Иногда оно того стоит, иногда нет. Но надо понимать, что все затраты на рекламу, они, естественно, заложены в цену вот этого масла. Ну и давайте посмотрим, вот, собственно, как я наносила вот этот вот макияж и как я использовала это масло. Давайте я вам покажу тот единственный более-менее адекватный способ нанесения этих капель, которые я нашла для себя. Итак, я беру увлажняющий крем. У меня это Шарлотта Тилбери. И три капельки добавляю к крему. Смешиваю это все хорошо в руках. Мне кажется, этот способ не очень подойдет тем, у кого жирная кожа. Но, опять же, я говорила это уже не раз в своих видео. Моя кожа любит масло. И теперь мне, на самом деле, нужно подождать минут 5-7 перед тем, как наносить крем. Потому что, если я нанесу его сразу же, то это будет прям очень влажно, очень жирно. И, несмотря на то, что это может выглядеть нормально, то есть будет тональный крем выглядеть влажным, но ощущение на коже будет как будто в бане. Знаете, вот как будто пленкой залепили вам кожу. Но если ваша кожа дружит с маслами, то я бы вам рекомендовала использовать все равно такой метод нанесения вот с такими вот тональными основами в стике, либо с какими-то кремовыми основами. Кремы, вы знаете, которые вот в банке, которые прям густые-густые, практически твердые. Политемный оттенок я наношу на зоны под скулой и по контуру лица. Давайте попробуем сделать, как в Инстаграме. Берете и, оп, капаете на стик. Вполне возможно, что для прям сухого какого-то стика это подойдет. Видите, у меня просто вот здесь вот масло просто снялось на коже. То есть это масло не перемешалось никаким образом там со стиком. Видите, масло просто вот оно здесь течет. И причем течет оно, как будто растворяя тональный крем. Видите, я его вот тут вот сейчас так размусолила, и оно как будто подрастворяет и разжижает тональный крем. Растушевываю тональный крем кистью от Artis. Кстати, если сделать, как показывают в Инстаграме, и капнуть вот так вот на кисть, то, скорее всего, оно туда просто очень быстро проникнет, и, ну, как бы эффекта особого не будет. Только если работать прям очень быстро. И оно не перестанет блестеть, потому что из-за масла, которое смешалось с тональной основой, оно блестеть не перестает, потому что такие масла, они никуда не впитываются, они не испаряются, то есть вот эффект какой есть, такой он и останется. Кстати, Ферсали рекомендует делать еще контуринг с помощью этого масла. Давайте я возьму вот такую вот палетку, которая прям для контура и предназначена, и попробуем растушевать его с помощью масла. То есть позиционирование здесь такое, что вот такие вот плотные средства, их сложно тушевать на коже. То есть они показываются иногда можно капнуть сюда, можно капнуть на кисть. Давайте мы попробуем замечательный вот этот способ, когда они показывают, что капнуть надо на кисть и растушевать. Дальше я буду растушевывать двумя кисточками кисть от Кэйлин и кисть от Real Techniques. И раз, и два. Ну, кстати, вы можете видеть, что вообще ничего не осталось на кисти, все ушло вглубь. Сейчас я буду пробовать растушевывать темные места. Ну, кстати, растушевываться-то неплохо, нормально, потому что из-за масла лучше скольжение, и кисть не тянет кожу. Мне кажется, они это масло капают, знаете, потому что не надо вот так вот сразу все наносить кремовое. Надо нанесли там чуть-чуть, растушевали, нанесли еще чуть-чуть, растушевали. А вот так вот сразу все лицо намазать, это сложно, потому что оно же подзастывает, оно же более пигментированное, чем, по примеру, тональный крем. Ой, это я уже, извините, растушевываю без масла, потому что невозможно. И потом по всему лицу прохожу за таким вот движением, чтобы все как-то перемешалось. И, в принципе, конечно, все неплохо, лицо продолжает быть влажным, мне его в любом случае придется сейчас припудрить перед нанесением остальных средств, потому что я уже знаю, что если я начну наносить какой-то контур или какой-то бронзер, поверх этого оно залипнет. То есть сухие средства, кроме рассыпчатой пудры, которая наносится ультра-тонким слоем, оно все очень залипает поверх тональной основы с этим вот маслом. Давайте я припудрить, закончу свой макияж, вернусь, к вам мы продолжим разговор. Ну, некоторые выводы надо, конечно, сделать. Кстати, говорят, что у него какой-то там фантастический запах, да, оно приятно пахнет цитрусом, но у меня есть эфирное масло апельсина, и оно пахнет примерно так же. И, ну, я бы не стала 54 доллара платить только за запах. Для меня самое адекватное использование этого масла на ночь в уходовый крем. То есть я вот прям 4 капельки добавляю в ночной крем, но моя кожа любит масло, имейте в виду, потому что натуральные масла могут очень сильную аллергию у кого-то вызывать. В общем, лучше попробовать на каких-то более дешевых маслах, купить тоже розовое масло там в аптеке или там тыквенное масло, и просто попробовать, как вообще оно. Или прочитать состав и замешать его дома, купив масла в аптеке, но только без золота будет, но я не думаю, что он даёт какой-то там суперэффект. Днём я добавляю обычно в крем одну капельку, одну-две вот так вот, и хожу минут 15-20, жду пока максимально оно всё впитается. Если оно не впитывается, то я промокаю салфеткой и дальше наношу тон. Действительно, когда я таким способом наношу, тон наносится, ну, более гладко, это логично, потому что он по маслу скользит. Либо другой адекватный способ использования этого масла – это взять одну капельку капнуть, вот так вот прям хорошо растереть и вот так вот нанести. В принципе, так обычно используются косметические масла перед съёмками и так далее. То есть прям нанести много масла на лицо, а поверх тональный крем, то масло может чуть-чуть подразъедать крем, крем будет плыть. Вот так вот много можно наносить масла только там, где есть летучие масла, то есть которые вы наносите, и часть масел просто улетает у вас с лица, и там какое-то мерцание фиксируется. Натуральные масла, они такие, они никуда не деваются, они оставляют эту окклюзивную плёнку, как это называется, я узнала новое умное слово, через которое ничего не проникает, но вы должны быть готовы к тому, что это масло никуда не испаряется, и оно всё остаётся на лице. Если вы хотите матовый финиш, то этого не будет. Вы должны быть готовы к тому, что у вас лицо будет полувлажное. Вот у меня даже сейчас запудренное лицо, да, у меня вот здесь вот хайлайтер, но в каких-то вот этих вот местах, я думаю, вам виден этот влажный блеск, это масло. Тут вот прям, конечно, хороший такой слой пудры, но всё равно такое ощущение, как будто у меня кожа зажирнилась. И тональный крем, естественно, он в таком состоянии остаётся немного подвижным, поэтому если вы где-то заденете что-то пальцем, то у вас весь макияж может поехать. Я думаю, что вот такой вот влажный финиш, он адекватен будет для каких-то фото-видео съёмок, но для жизни, чтобы накапать вот так вот себе на всё лицо, нет. Вот такие средства, как косметические масла, их нужно использовать прям вот пол капли на всё лицо и на декольте. В уходе, да, можно добавить там побольше. Ну, при том, что по логике, когда масло смешивается с некоторыми компонентами крема, а в креме есть вот эти средства, которые способствуют глубокому проникновению различных полезных веществ внутрь, масло как бы с ним сцепляется, становится единым, и из него полезные всякие штуки проникают внутрь. Поэтому, задаваясь вопросом, надо оно или не надо, я скажу, что, наверное, что нет. Поэтому эта штука для меня остаётся просто каким-то распиаренным средством. И то, как показывают это в Инстаграме, ну, это прям, ну, прям пипец. Когда они берут, наносят анальный крем, потом по всему лицу вот так вот капают. Ну, это что за бред вообще? Это же ужас, я не понимаю, зачем они это показывают, это же не работает. Да, это эффектно выглядит, конечно, в Инстаграме. Кстати, я пока наносила, не показала, а сейчас вот хочу попробовать и показать. Ещё, знаете, так классно показывают, как вот на губы вы капаете и наносите матовую помаду. Давайте сейчас посмотрим, какой от этого и будет эффект. Я возьму самую иссушающую помаду на свете, Color Pop. Давайте я вас сейчас приближу, мы с вами сделаем прикольное видео в формате Инстаграм. Я вот не знаю, надо ждать или сразу насидывайте, сразу. Видели, да, вот здесь начала помада подрастворяться? Ну, в общем, помада засохла, сейчас я улыбнусь и вы всё поймёте сами. В общем, не помогли мне капельки форсали, просто ощущение какого-то масла внутри, внизу на губах. Но вот здесь вот губы всё равно превратились во что-то похожее на какую-то жупу верблюда или что-то такое. И, кстати, теперь помада перестала быть стойкой, видите, она переходит на руку. То есть она теперь не просто сушит, теперь она ещё сушит и не стойкая. Ну, в общем, выводы это свои я уже сделала и вам рассказала. Я надеюсь, что это видео вам было полезным и интересным и, возможно, убережёт вас от каких-то необдуманных покупок. Ну и мы с вами скоро увидимся, до встречи, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok